В этом году участие в организационном собрании приняли 25 будущих выпускников. Специалисты Советско-районной больницы познакомили участников форума с условиями и порядком заключения договоров на целевое обучение в медицинских вузах. Надо отметить, что на сегодняшний день профессия врача остается одной из популярных среди будущих выпускников. Я хотел бы пойти в область томатологии, лечить зубы людей. Что это мне даст? Мне это даст хорошие эмоции, наверное, за то, что я помогаю людям. Эта встреча может мне помочь тем, что я смогу получить высшее профессиональное образование. Кушарство и гинекология. Почему это направление? Почему так интересно? Мне просто интересно это. Я на данный момент изучаю, в принципе. Что-нибудь в интернете смотрю, читаю. Мне интересно именно более глубоко, именно в профессиональном плане изучать это. Я хочу стоматологом стать, а помочь тем, что я буду обучаться бесплатно. Это, безусловно, плюс. Ну и потом, сразу после обучения, мало того, что я бесплатно буду обучаться, у меня сразу будет рабочее место. Программа целевого обучения предусматривает не только получение высшего медицинского образования за счет средств федерального бюджета, но и гарантированное трехлетнее трудоустройство в Советской районной больнице. В ходе диалога родители задавали различные вопросы, касающиеся условий поступления детей, места предстоящей учебы, а также возможностей дальнейшего повышения их медицинской квалификации. А вот на данном этапе у вас какие-то рекомендации, например, на какие-то, либо на педиатрию лучше идти, там, больше спрос на это, специальности, либо на лечебное дело? Это базовые специальности, это специалисты общего профиля, которые приходят на работу и дальше могут заужаться в любом направлении. И из педиатрии выходят там доктора, офтальмологи, кардиологи, неврологи, понимаете, но работающие с детьми и также с лечебного дела. Подобная программа целевого обучения для советской районной больницы – отличная возможность решить вопрос пополнения учреждения молодыми специалистами, а значит и поднять качество оказания медицинских услуг населению. Конечно, это серьезное подспорье. Это не просто подготовка специалистов в ВУЗе. Это еще и элемент закрепления специалиста за территорией. Ну, мы традиционно сотрудничаем со всеми ВУЗами. Мы организуем практическую подготовку, то есть практику в каникулярный период для ребят, которые мы направили. Мы стараемся, когда появляется такая возможность уже после третьего-четвертого курса, когда ребята могут не только проходить практику, но и в этот период еще уже зарабатывать свои собственные деньги, мы используем все эти механизмы для того, чтобы а, наше сотрудничество с ВУЗом было конструктивным, и б, для того, чтобы уже с момента поступления в ВУЗ наш студент не просто учился в ВУЗе, а он учился в ВУЗе и говорил, что Советская – это моя больница, это мое будущее рабочее место. На сегодняшний день в Советской районной больнице идет прием документов будущих выпускников на участие в отборочном конкурсе на целевое обучение. А уже в начале лета тем, кто успешно пройдет конкурсный отбор, предстоят вступительные экзамены в медицинские ВУЗы.